Мы идём с Леной. Я же не пойду туда один! Ольга Дмитриевна призадумалась. Пожалуй, ты прав. Тогда завтра с утра пойдём все вместе. Последние пару минут я ловил на себе странные взгляды Лены. Словно она что-то хотела сказать, но не решалась. Пионеры начали медленно расходиться, об Алисе и взрыве все словно забыли. Даже вожатая, казалось, смягчилась и никак не отреагировала, когда горе-террористка пыталась спрятаться за Ульянку и открылась с площади. И нам пора. Да. На лагерь быстро опускалась ночь. Всё же здесь, на юге, а может просто в этом мире, от первых лучей заходящего солнца до полной темноты, лишь краткий миг, не успеваешь сполна насладиться всем буйством красок заката. Спать ещё рано, но вожатая шла в сторону своего домика, уверенно, как будто мысленно таща меня за собой. Ольга Дмитриевна, я, пожалуй, прогуляюсь немного. Ладно. Она пристально посмотрела на меня, но, видимо, не найдя повода возражать, пожала плечами и пошла дальше. Я вернулся на площадь. Не то чтобы хотелось получше рассмотреть незначительный ущерб, нанесённый памятнику в Генде, просто здесь находился географический центр лагеря. Если не знаешь, куда идти, то стоит начинать выбор пути именно отсюда. Я сел на лавочку и посмотрел на запад. Интересно, здесь земля вращается вокруг своей оси именно так, как и должна? Или может быть там вообще север или юг? Должно сказать. По крайней мере, тогда мне не приходило в голову ни единого способа проверить фундаментальные законы мироздания. Привет. Непонятно откуда рядом со мной появилась Лена. Привет. Не спится? Она удивлённо посмотрела на меня. Ну да, ещё рано, конечно. Можно я присяду? Да, конечно, садись. Я аккуратно подвинулся. Аккуратно? Так мне показалось. Но на самом деле я буквально, буквально вжался в край лавки. Спасибо. Лена села и посмотрела на небо, словно забыв обо мне. Грустно. Что грустно? Что Шурик пропал. Да, неприятно получилось. Она, как обычно, вела себя спокойно. Большую часть времени молчала, краснела и смущалась только тогда, когда приходилось что-то говорить или делать. Само это молчание, которое могло бы показаться многим, в том числе и мне, неловким, для неё, похоже, было вполне естественным. Даже привычным. Мне сложно представить, что Лена на самом деле где-то глубоко внутри, силится подобрать слова, как-то начать разговор или вставить удачную реплику. Старается не казаться глупой или наоборот не производить впечатление слишком нахальной девочки, как Алиса. Я просто не мог её сравнить ни с кем. Наверняка, ей вполне комфортно быть такой, какой она есть. А значит, мои попытки как-то её разговорить, слово сблизиться, тут вряд ли уместно, будут восприниматься как вторжение во внутренний мир. Хотя, меня чего-то тянуло к этой девочке. Загадочность ли, в которой ей точно не откажешь, внешняя привлекательность или какие-то другие женские чары, я не мог ответить на этот вопрос. Поэтому, пока меня в открытую не упрекнут в назойливости, уверен, что он найдётся. Но в самом деле, куда ты денешься с подводной лодки? Лена, похоже, шутку не оценила. Конечно, так мой батя шутит. Ведь этот лагерь был подводной лодкой, наверное, только для меня. Я надеюсь. Завтра Ольга Дмитриевна в милицию позвонит. Найдут они его? Обязательно найдут? Нет-нет, чат, вы не поняли, мой батя Рилли так шутит. Именно про подводную лодку это его коронная фраза. А если за ночь? Она погрустнела. Так вот, что у Терёга пошёл? Что с ним может случиться? Один ночью в лесу. Да что угодно. Наверное, ему там одиноко. Будто его кто-то заставлял туда идти. А если он просто потерялся? Ну так не надо по лесам шастать одному. Тебе его совсем не жалко. Вдруг Шурек сидит там совсем один. Жалко, конечно. Я смутился. Как бы там ни было, Лена, правда, человек... Лена права. Человек пропал. И за ночь что угодно может случиться. Не пойдём же мы сейчас его искать. Она ничего не ответила. Всё так же продолжала смотреть куда-то вдаль. Туда, где солнце из последних сил пробивалось сквозь верхушки вековых деревьев. Словно стараясь оставить напоследок людям хоть немного своего тепла. Ты правда думаешь, что на ночь глядя бродить по лесу хорошая идея? Нет, наверное. Почему-то я был совершенно уверен, что она именно так и думает. В последнее время мне всё чаще казалось, что начинаю понимать Лену без слов. И что она как будто психологически давит на меня, заставляя соглашаться с ней. Подавляет. Для Лены молчание куда краснерочивее любой болтовни и уговоров. Да и тем более днём искали уже. Везде? Она наконец оторвалась из созерцания заката и посмотрела на меня. Не знаю, вроде бы везде. А как же старые лагеры? Конечно, если он не так далеко. Значит, ты хочешь пойти? Конечно, не хочу. Можно, если только быстро и сразу назад. Хорошо. Лена улыбнулась и протянула мне непонятно откуда взявшийся фонарь. Да, полезная штука. То есть, получается, она заранее готовилась. И от меня уже ничего не зависело. Я обречённо вздохнул и направился вместе с ней в сторону леса. На лагерь опустилась ночь. Мы шли медленно. Лена рядом со мной, близко, но всё же не вплотную. Странно, но кажется, она совсем не боялась. Более того, всё происходящее как будто её вообще не волнует, словно и не мы сейчас бродим по ночному лесу, а смотрим кино с кем-то другим в главных ролях. Действительно, по рассказам электроника, старый лагерь был не так далеко, и если идти по прямой, заблудиться будет достаточно сложно. Впрочем, уже через пару минут я был совершенно не уверен, что мы идём именно по прямой. А ещё через некоторое время мне начало казаться, что станет чудом, если мы вообще отсюда выберемся. Но перед Леной лицо терять не хотелось, поэтому шагал, и я старался бодро. В полису постоянно прыгали бессловесные тени, отбиски луны, под ногами тихо шуршала трава, а над головой ветки деревьев. Вековые дубы стояли рядом со всеми молодыми берёзками. Из-под каких приветливо... из-под коих? Приветливо выглядывали большие грибы, словно готовые, салютуя, снять свою широкополую шляпу. В другой день, скорее в другое время суток, здесь наверняка красиво. Возможно и ночью бояться нечего, но всё же я невольно вздрагивал от каждого дновения ветерка. Смотри... Лена показала вперёд, я прищурился и увидел просвет между деревьями. Через минуту мы стояли на довольно большой поляне, посреди которой возвышалось здание, напоминающее сельскую школу. Или детский сад. Краска со стен осыпалась. Крыша в нескольких местах зияла пробоинами, словно от артиллерийской бомбёжки. А окна, лишённые стёкол, смотрели на нас грустно и даже немного угрожающе. Не самое приятное зрелище. Я не мог вспомнить, каким представлял себе это место ещё минуту назад. Все картины как будто стёрли из памяти, заменив на этот унылый кладбищенский пейзаж. Да уж, жутковато. Лена стояла всё так же молча, но на её лице появилось вполне нормальное для подобной ситуации выражение испуга. Думаешь, он там? Не знаю. Если бы мне пришлось оказаться на месте Шурика, то дом с привидениями – последнее место, в котором бы я спрятался. Пойдём. Ответить я не успел. Из-за туч выглянула луна, в свете которой поляна словно заиграла новыми красками. Или скорее одним новым цветом – могильно-белым цветом саванна. Яснее стали видны деревья вдалеке, окутывающие их туман, да и температура словно упала сразу градусов на пять. Так резко по коже побежали мурашки. Боишься? Просила Лена спокойно. Петь честно или соврать? Она еле заметно улыбнулась и взяла меня за руку. В другой ситуации наверняка это вызвало бы во мне целую бурю эмоций, но тогда ощущалось лишь насущной необходимостью. Мы медленно пошли к зданию. Проходя по детской площадке, я толкнул рукой карусель, отчего она мерзко заскрипела и сделала полоборота. Лена вздрогнула и крепче сжала мою руку. Прости, наверное, просто детство вспомнил. Любил карусели? Да, то есть не знаю, не помню. Наверное, все дети любят. А я не любила. Почему? От них голова кружится. Если быстро крутиться, то конечно. Мне больше качели нравятся. Так и на качелях можно раскачаться не хуже, чем на центрифуге. Но зачем? Ну не знаю. Этот разговор несколько отвлек меня и на душе стало спокойней. За все. За Шурика, за наше ночное путешествие. За Лену. В конце концов, и этому миру не чуждо ничего человеческое. Наконец, мы дошли до дверей. Внутри старый лагерь напомнил детский сад, в который я ходил в детстве. На первый взгляд, даже расположение комнат было таким же. Шурик! Шурик! Ответом нам стало лишь звенящие замогильное безмолвие. Их даже ветер, гуляющий снаружи. Похоже, нет тут никого. Надо все равно проверить. Я не представлял удивляться смелосте Лены. Или лучше сказать, отсутствие у нее элементарного инстинкта самосохранения. Странно ли такое поведение для этой девочки? Или наоборот, нормально, я уже не знал. Да, конечно, давай. Мы тщательно осмотрели все помещения старого лагеря. Я даже заглянул на чердак. Повсюду встречались различные свидетельства того, что люди здесь бывают часто. Газеты, пустые бутылки, прочий мусор, но никаких следов Шурика. Мы вернулись в холл, откуда начинали поиски. Что будем дальше делать? Не знаю. Лена села на ступеньки и уставилась себе под ноги. Думаю, стоит вернуться. Осторожно начал я. Все-таки уже поздно, и не будем же мы по всем лесам его искать. Наверное, ты прав. Она выглядела расстроенной, и всем своим видом давала понять, что поиски еще не закончены. Ну, правда. Обреченно всплеснул я руками и сел рядом. В конце концов, стоит подумать и о худшем сценарии. Ты хочешь сказать? Не, но здесь водятся дикие звери? Я. Вряд ли. Лена моментально успокоилась. Ну, может он спит где? Утром проснется и вернется в лагерь. Я резко встал и принялся наматывать круги по холлу. Очень хочется поскорее уйти отсюда, поскорее выбраться из леса. Но пока Лена ведет себя вот так, словно какая-то неведомая стила удерживает меня. Я уже было открыл рот, чтобы продолжить уговоры, как вдруг заметил что-то на полу. Это был люк, ведущий, вокруг которого лежали аккуратные горки мусора и пыли. Значит, его недавно открывали. Смотри. Думаешь, Шурик там? Лена присела на корточке и аккуратно протерла ручку полу. Ручку люка. Может. И не Шурик, но кто-то точно туда лазал в это последнее время. Я уже пожалел, что вообще нашел этот чертов вход в преисподний. Посмотрим. Дверца люка открылась, не очень тяжелой. Оказалась не очень тяжелой. Открыть ее не составило особого труда. Я посветил фонариком и увидел лестницу, уходящую вниз на пару метров. Похоже, подвал. Спустимся. Я несколько секунд внимательно смотрел на Лену, пытаясь понять, что же у нее на уме. Неужели проснулась жажда приключений, как у Ульянки? А где же тогда юношеский задор? Или она просто не в своем уме? Но и на сумасшедшую Лена походила не особо. А кто вообще сказал, что она человек, и ее можно оценивать, исходя из человеческой логики поведения? Эта мысль должна была испугать меня, но почему-то прошла незамеченной, затерявшись в миллионах других. Некоторые из них, например, что может скрываться там, внизу, были, несомненно, более важны. Я спустился и осмотрелся. Нормально все! Удостоверившись, что бояться нечего, крикнул я Ленин. Мы стояли в длинном коридоре, который совершенно точно не был ни погребом, ни подвалом. Архитектурой он больше напоминал застенки КГБ или подсобный туннель метро. Не знаю даже, что лучше. Вдоль стен тянулись бесчисленные провода, через каждые полметра, перехваченные металлическими крюками. Под потолком висели лампы, закованные в проржавевшие абажуры. А под ногами мерзко скрипела бетонная крошка. Пойдем? Как-то безэмоционально спросила Лена. Куда? Туда? Ну да. Вдруг Шурик там? Кто ему там делать? Впрочем, возражать ей сегодня у меня все равно не получалось, поэтому мы, презрев страх, направились в темноту. Лена шла рядом, держа меня за руку. Но подземелье нарушал только шум наших шагов и звуки, капающие с потолка воды. Мы пробирались вперед медленно, может быть даже слишком, у меня внезапно начался приступ по коастрофобии. Я крепко стиснул зубы и сжал было, что есть силы фонарь, но тут же ослабил хватку, испугавшись сломать наш единственный источник света. Лена молчала. Ее молчание оказалось громче любых слов. Мне стало страшно. Скажи же что-нибудь. Дверь. Что? Дверь. Она показала вперед. Есть... Действительно, мы уперлись в массивную металлическую дверь со знаком радиационной опасности. Значит, бомбоубежище. Да, я что-то слышала. Чем она тут? Не знаю. Может быть, Карибский кризис? Карибский? Я прикинул приблизительное время постройки лагеря. Действительно, сходится. Впрочем, бомбоубежище здесь то же самое, что аэропорт в деревне Простоквашино. Слишком уж мала глубина, да и далековато от цивилизации. Колесо внутри глухо скрипнуло. Пришлось надавить изо всех сил и прокрутилось несколько раз. Я решился и с трудом открыл дверь. Мы вошли в комнату. Наверное, основное жилое помещение. Несколько кроватей, кафе, какая-то научная аппаратура. К ядерному АПК Алипсису готовились на совесть. Хотя никаких следов Шурика здесь обнаружить не удалось. Смотри. Лена держала в руках сигнальный пистолет и улыбалась. Зачем мне это? От чудовища защищаться. Но тут нет никаких чудовищ. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Как скажешь. Гарантирую. Не хотелось ее расстраивать, поэтому я засунул пистолет за пояс. Мало ли что. Мы еще раз внимательно осмотрели помещение. Из него было два выхода. Один в дверь, через который мы попали сюда. И еще один. Точно такая же дверь в стене слева. На секунду я почувствовал азарт. Желание дойти до конца этого лабиринта. И узнать, что за приз меня там ждет. Впрочем, вряд ли это компьютерная игра. Да и возможности сохранения тут явно не предусмотрено. Может быть этим? Лена протянула мне внушительных размеров фомку. Да нет, давай сначала так попробую. Впрочем, дверь никак не хотела поддаваться. Лишь противно скрипело. Но колесо-ручка не сдвинулось ни на миллиметр. Ладно, давай. Тонкое дело пошло лучше, даже слишком легко. И наконец преграда пала, громко ударившись об пол. Оказалось, что петли насквозь проржавели. Я посветил фонарем в образовавшийся проход. За ним был точно такой же коридор, как тот, по которому мы пришли сюда. Пойдем? Лена словно постоянно подгоняла меня. Куда ты так спешишь? Я? Я не спешу. Она смутилась и покраснела. Ну вот опять. Как мне это... Ее понимать? Кто ничего не боится, кто теряется от каждого слова. Тебе как будто совсем не страшно. Не знаю. А чего бояться? Ты же меня защитишь. Добавила она, еле слышно. Значит, Лена надеется на меня. Верит, что бы ни произошло. Да... Это возможно. Глупо, наивно, но возможно. Там я четко понимал, что никого защитить не смогу. Даже себя здесь, в этом мире, ничего от меня не зависит. Те силы, по воле которых я оказался тут, способны на что угодно. Хотя это совсем не значит, что в конце тоннеля ждет неминуемая смерть. Она может подстерегать меня где угодно в этом лагере. Пойдем. Я старался идти быстрее, но Лене, похоже, это не доставляло совершенно никаких неудобств. Она с легкостью поддерживала мой темп. Коридор был действительно таким же, как и предыдущий. Болезненно таким же, вплоть до мелочей. Конечно, ничего удивительного, но в какой-то момент у меня появилось ощущение, что мы ходим по кругу. Фонарь в руке начал заметнее дрожать. Пятно света прыгало по стенам и полу. И вдруг выхватила из темноты довольно большую дыру. Яма оказалась неглубокой, а внизу виднелись рельсы. Что там? Так-то похоже. Посмотрим. А почему не дальше? Не знаю. Мне кажется, нам туда. Я прикинул высоту. Вполне возможно было вылезти, подтянувшись. Ну ладно, давай проверим. Я спрыгнул в яму и помог Лене спуститься. Мы действительно оказались в шахте. Интересно, что здесь могли добывать. Что здесь могли добывать? Где полезные ископаемые бывают в этих краях? Не знаю. Ну да, глупый вопрос. Сейчас-то уже похоже никаких. Мы начали медленно углубляться в темноту. Идти было неудобно. Потому что я все никак не мог выбрать, куда лучше наступать. На доски, служащие шпалой, или на землю. И держаться ближе к стенам не получалось. Тоннель слишком узок. А отпускать Лену на руку я совершенно не хотел. Наконец, мы вышли к развилке. Ну вот, этого еще не хватало. Куда пойдем? Куда? Не факт, что мы вообще выберемся отсюда. А уж если будем играть в Бакмана... Во что? Неважно. Заблудимся, в общем. А вдруг там тоже есть выход? Даже если есть. А если нет? Значит, назад? Я до крови прикусил губу. И, что есть силы, закричал. ШУРИК! Тут же со всех сторон засвучало губкое эхо. А с потолка даже кое-где посыпалась земля. Урик! Урик! Видишь? Ладно. Тогда я одна пойду. То? Я расплылся в глупой улыбке. Как это одна? Куда? Ну, ШУРИКа надо найти. Вдруг он там. Лена тут же покраснела и уставилась в пол. Не-не-не-не-не. Так не пойдет. Если идти, то вместе. Хорошо. Значит, пойдем. Она улыбнулась и снова взяла меня за руку. Как у нее это вообще получается? Только сначала я поднял с земли довольно большой камень и выцарапал на одной из балок, укрепляющих стену, крестик. И теперь хоть будем знать, откуда начали. Предлагаю пойти направо. Хорошо. Два раза направо. Окей. Похоже, еще одна развилка. Опять направо. Похоже, еще одна развилка. Давай еще раз направо. Наконец, мы вышли из тоннеля в довольно большую комнату с высоким потолком. Три раза направо, да? Да. Ага. Хотя комната эта была, можно назвать, только с натяжкой. Похоже, здесь что-то добывали. Возможно, уголь. Может, золото. Здесь стены были изрублены то ли киркой, то ли отбойным молотком. Здесь царил кромешный мрак. Поэтому единственным нашим спасением оказался фонарик. Ломайся он, и мы вряд ли когда-нибудь выберемся отсюда. И во свете я заметил в углу какую-то красную тряпку. Это был пионерский галстук. Теперь-то ясно, что Шурик здесь. Шурик! 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 Раз мы нашли гал... Ой. Раз мы нашли гал... Значит, он где-то рядом. Честно говоря, в ту минуту меня больше интересовало, где это здесь вообще находится. Мне кажется, ты себя не увеличил. Он мог отсюда уйти. В смысле? Ты как будто себя уменьшал, когда кричал, а потом не увеличил. Но сейчас уже все в порядке. Нет, это микрофон сам подстраивается. А-а-а. Хорошо. Из этой комнаты не было другого выхода. Конечно, возможно, в этих тоннелях есть еще места, где мы не бывали. Значит, придется искать дальше. Похоже, еще одна развилка. Давай теперь налево. Хорошо. Максимально. И еще раз налево. Держу курс. Мы вернулись к тому месту, с которого начинали. Значит, где-то они там повернули. Надо искать дальше. Давай налево. И налево. Мы вышли к некому подобию шахтерского привала. Везде валялись кирки, каски, в углу ржавая вагонетка. Все предметы были настолько старыми, что относились скорее к началу века, чем к середине. Получается, это действительно шахта. А значит, тут бродить можно бесконечно. Но я чувствовал, что выход где-то рядом. Поэтому мы отправились дальше. Позже еще одна развилка. А теперь? Опять налево? Да, давай налево. И еще раз налево. И еще раз налево. И еще раз налево. За очередным поворотом в свете фонаря появилась деревянная дверь. Хоть что-то. Что? Хотя бы не очередная развилка. А что там? Сейчас у нас уже точно выбора нет. Проверим. Я с силой дернул ручку и открыл дверь. За ней скрывалась комната. Возможно, одно из подсобных помещений бомбоубежища. Повсюду валялись пустые пустые бутылки, а курки и стены были исписаны. А значит, отсюда существует и другой выход. Мне просто не хотелось верить, что те, кто оставил все это, приходили той же дорогой, что и мы. Однако, Шурика здесь, к несчастью, не оказалось. Эх. На стене написано, Ленка, дура. Я объяснил, сполз по стене на пол. Вот теперь мы точно все обошли. Не все. Лена показала на дверь куклу. Примерно такую же, как та, что вела в бомбоубежище. Там, наверное, выход, как ты и говорила. Пойдем? Давай отдохнем немного. Хорошо. Лена села рядом, очень близко, и взяла меня за руку. Ничего страшного. В смысле? Что мы не нашли Шурика. Нам бы теперь самим выбраться. Выберемся. Да, наверное. Я дорогу запомнил. Или хотя бы думал, что запомнил. Мне совсем не страшно. Вдруг сказала она после непродолжительного молчания. Это хорошо. Потому что я с тобой. Вдруг за дверью в шахту послышался какой-то шум. Я тут же вскочил и принялся шарить глазами по комнате в поисках чего-то, что можно использовать как оружие. Шум тяжелой шаги приближался. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге появился... Блин, Сайз. Снимая сцену, я застыл, смотря на него. Э-э-э, вот вы где. Думали, сможете спрятаться? Кто? Думали, я вас не найду, а я нашел. Он совершенно точно был не в себе. Лицо исказила страшная гримаса. Глаза под очками дьявольски сверкали в руках. Потерявшийся пионер сжимал арматуру. Ты что, совсем сдурел, что ли? Это же мы! Я вижу, что вы! Он сделал несколько шагов в нашу сторону. Я инстинктивно закрыл Лену собой. Думали, можно из меня дурака делать? Водить туда-сюда? Направо-налево-направо-налево? А я ведь ходил в... Не вижу за тобой, что там написано дальше. А я ведь ходил, все, ходил. Он замахнулся арматурой. Дальше все происходило, словно в замедленной съемке. Чурик летящий на нас. Я, отталкивающий Лену в сторону. Арматура, медленно опускающаяся мне на голову. Ай! Рука с фонарем, взметнувшаяся вверх. Кромешный мрак, последовавший после. Учащающееся дыхание. Кровь, стучащая в висках. И тишина. Ужасная давящая тишина, слившаяся с темнотой. Я шарил рукой, силясь нащупать стену, как вдруг почувствовал чье-то прикосновение. Не бойся. Послышался рядом знакомый голос. Ты где, чертов псих? Закричал я. Он ушел. Как ушел? Куда ушел? Голос Лены звучал не то, чтобы спокойно, но совсем не так, как должен звучать голос человека в подобной ситуации. Успокойся. Она нежно обняла меня и прижалась всем телом. Я попытался прийти в себя. Остановить дыхание. Привыкнуть к именноте. И что теперь делать? У тебя же есть пистолет. Ствол. Да, и в кого мне стрелять? В нем же ракета осветительная. А, этот ствол. Наверное, она была права. Ага. Я достал пистолет из-за пояса, направил его в сторону наугад и выстрелил. Комната тут же озарилась ярким красным светом. Ракета, лежащая в углу, была похожа на фейерверк или, может быть, на бенгальский огонь. Пойдем скорее. Она долго гореть не будет. Куда? Лена молча указала на вторую дверь. Открыть ее не составило особого труда, и мы устремились в темноту. Финальный огонь горел все тусклее. Я спотыкался на каждом шагу. Пару раз даже упал, но темпа не сбавлял. Если погаснет и он... Наконец, впереди показался просвет. Мы вышли к лестнице, упирающейся под потолком в решетку, и ракета, недовольно зашипев, на прощание погасла. Блава богу! Оказалось, что мы находимся прямо под памятником Генди. Решетка была довольно крепкой, но мне все же удалось сломать ее, разбив венки фонарем. Выбравшись на поверхность, я обессиленно упал на траву.